Есть одна очень важная хуйня, и я вас не часто о чем-то прошу, и сейчас я вас вот прям реально прошу. Мне необходимо, чтобы вы перешли по ссылке в описании и подписались на мой телеграм-канал. Там мы 24 на 7, там новости, там мы обсуждаем абсолютно все. Ютуб отъебнется в любую секунду, поэтому я реально прошу вас, если вы хоть немного уважаете меня и стрёмный обзор. Если у вас есть сердце, перейдите по ссылке и подпишитесь на наш телеграм-канал. А еще лучше, если вы уж совсем базовый чел и реальный балочанин, репостните куда-нибудь этот видос и прорекламируйте меня как пиздатый телеграм-канал. Здравствуйте, мои дорогие друзья и подписчики. Я очень рад вас приветствовать, точнее мы очень рады с Жоженькой вас приветствовать на нашем канале. И сегодня мы разберем топ самых хуёвых и уёбищных кроссовок в мире, которые потеряли свою актуальность и которые просто неприлично носить. Правильно, Жожечка? О-о-о, что он говорит? Да! Ну все, беги, не буду тебя больше задерживать. Дело все в том, что таких кроссовок очень много, но некоторые люди продолжают целенаправленно брать и носить их. Как будто бы они не понимают. Давайте уже наконец-то скажем им. Поехали! И наш топ уёбищ открывает Джордан Ван Хик. А, конечно, для многих это очень узнаваемая модель. И я думаю, что... Ну давайте отдадим должное. Это не самая конченная, вот прям чудовищная модель из всех возможных на данный момент времени. Все-таки она обладает хоть какой-то лаконичностью. Даже, видите, у меня в арсенале это уёбище есть. Но, тем не менее, это, пожалуй, максимальный признак. Такой сейчас колхозноватой, такой вот отсталой от времени обуви. Конечно, в нашем топе сейчас будут куда более жирные представители колхозности. Но всё-таки Джордан Ван Хик, а может быть Лоу и прочие неликвиды. Хотя они уже, по-моему, миды, да, стали ликвидностью теперь. Раньше их всех уесосили, а теперь даже они в ход пошли. Что можно сказать? Как правило, это омерзительные материалы. Как правило, это омерзительная подошва, которая вот просто его можно завернуть в рулон, блядь. Которая, ну, они, у них сцепление с дорогой есть, но они ужаснее, чем ванцы в плане поддержки. То есть, это супер неудобная обувь в этом плане, да. Её носят исключительно для выпендрёжа. Это, как правило, это ещё расцветка вполне себе ничего. Но есть, конечно же, абсолютно чудовищные, ублюдские расцветы с колор-блоком и прочая хуэта. Действительно, уже они смотрятся нелепо. Действительно, их уже просто обезобразили применением абсолютно ко всем хуевейшим подборкам одежды. Они просто на каждом, они уже просто на каждом юноше, у которого не самый пиздатый и прогрессивный вкус. И они уже показатель, в общем-то, плохого достаточно вкуса в одежде. Поэтому, конечно, Джордан Ван Хик на первом месте. Не покупайте эту обувь. Мой вам совет. А мы едем дальше, и у нас уёбище пожирнее. И это... Так, сейчас у меня микрофончик не упадёт. Нет, всё вроде слышно. И у нас уёбище пожирнее. И нет, не шутите, что это я. Это изи-буст. Такого пиздеца найти просто сложно в данный момент времени. Пожалуй, это сейчас самые колхозные кроссовки, которые можно себе представить. Эти кроссовки, это квинтэссенция отсутствия вкуса и стиля у человека. Если вы сейчас видите вот на ком-то эту обувь, намекните ему, что пора, братан, носить что-то другое. Помимо своей абсолютной потери актуальности, уникальности, я уже заговариваюсь. Помимо потери своей актуальности в данный момент времени, эти кроссовки ещё и являются максимально уёбичными в носке. Они, в принципе, такие же чудовищные, как и Джорданы, но они толстые. При этом и на толстом бусте. Но, казалось бы, что тут можно испортить? Но тут всё испортили вот этой вот ванночкой жёсткой. Вот эта жёсткая ванночка, она не даёт вам нормально расслабиться и их хорошо носить. Они вам постоянно врезаются. Нога у вас болтается как хуй в ведре. То есть, праймнит не даёт никакой фиксации. Они здесь пытались вырезать вот эту вот сеточку. Это на новых моделях, да, которые после Зебры, по-моему, пошли. В-2 или какая, я даже не знаю уже, сколько этих галош напиздячили. Уже со счёту все сбились. Но, короче, факт в том, что там чудовищно потеют ноги. Вы просто их одеваете, у вас по ногам течёт. Вот это всё, это пот. Вот здесь всё, это пот. И лишь маленькая сеточка, которая, конечно же, не спасает. Даже при учёте создания вот этого помпового давления при ходьбе, они это не спасают. Это просто синтетический кусок пиздеца, который постоянно на ваших ногах. Как, блядь, кандалы. Ну, они всё-таки буст хоть что-то им даёт. Они не такие уж тяжёлые. Но они ужасно ощущаются на ноге. Но самый, конечно, пиздец в том, что они имеют такой внешний вид. То есть, это сейчас... Я думаю, хватит говорить, чтобы не расстраивать некоторых людей, у которых это чудовище ещё осталось в гардеробе. Скорее избавляйтесь от этого пиздеца. Мой вам совет. Не одевайте его никуда. Это чудовищно, кошмарно. И все поймут, что у вас очень хуёво всё обстоит со вкусом дела. А мы едем дальше. И следующая пара подорвёт жопки многих молоденьких пиздюков, которые меня смотрят. Готовы? Айрфорке курва. Я пердоле. Такого уёбища вы с трудом сможете найти вообще когда-либо. Я думаю, что эти кроссовки это самые хуёвые, в принципе, кроссовки, которые были созданы человечеством. Тут у вас и, ну, это у нас как кастомный вариант, но он его, конечно же, не исправляет. Тут собрана вся уёбищность фирмы Nike. Вот это светоч уёбищности Nike. Это просто пиздец. Здесь плохо всё. Здесь плохая подошва. Она вообще не гнётся. Она топорная, кривая, косая. Она плохо, ну, она прошита нормально, но она вообще не гнётся. В ней установлен хуевейший баллон. Когда мы резали, мы это видели. Мы их разрезали. Посмотрите обзоры. Они трескаются. Они не дают вам комфорта при ходьбе. Они не дают вам должной нормальной амортизации. И они не сгибаются просто. То есть на сгиб, вот когда вы просто решили присесть, это невозможно. Я еле это делаю. Второе. Они всегда из показательно хуёвых материалов. То есть Nike нарочито показывает, как могут люди разметать говно, состоящее просто из какого-то, блядь, ну, из каких-то отходов. И это покупать задорого. Потому что цена им сейчас 10 тысяч рублей. При этом они сделаны из пластика, из ламинированного, уёбищнейшего ламината. Это стружка кожи, опилки, пыль вот на заводе собирается на кожаном. И она прессуется и сверху закатывается ламинатом. То есть они будут трескаться на сгибах, пузыриться. Будет происходить деламинация материала. В нога у вас в них будет чудовищно потеть. Потому что вы в клеенке. И все это на хуевейшей колодке. Нутер изготовлен из тоже паршивейших материалов. Это самая дешевая уёбищная сетка, которая может быть. При всем при этом они более-менее имеют внешний вид. Потому что вот эта вот модель, вот эта сама общая колодка в плане общего сбора. Она в принципе иногда очень неплохо смотрится с какими-то вещами. Поэтому я не могу сказать, что они такие же чудовищные как изи бусты в плане дизайна сейчас. Да, это всё-таки классика. Но в плане материалов это просто тотальный пиздец. Страшные ужасные кроссовки, которые тоже, ну как бы, не сильно подчеркнут ваш прогрессивный вкус. А если сказать, что я их ношу, потому что они удобные, это тоже пиздёж. Поэтому как бы эти кроссовки мусор. Не покупайте их, ужасный выбор. Ну а дальше у нас на очереди следующая пара. И о счастье, у меня её уже нет. Поэтому мы по своей памяти, знаете, как иногда люди дрочат по памяти. Мы также посмотрим на этих уёбков по памяти. Это, да и объединим их в одно, да. Это Вапор Максы и это Найк ТН+. И сейчас вот дрилл парни на меня очень сильно обидятся, потому что Найк Плюс ТН+. Блядь, это их улюбленная обувь. Но она не отменяет того факта, что это максимально колхозное уёбище. Собрано просто из уёбичнейшего говна, которое только можно было достать во вселенной. И выглядят они так же уёбично. Я вам открою секрет, ребята, дриль. Не верьте французам, не верьте рэперам, которые вам говорят обратно. Найк ТН это говно. Не носите эту хуйню. Они, а, неудобны, сделаны из хуйни. Баллон максимально быстро выходит из строя. У них нет никакой пронации. У них нет... Они, блядь, заваливаются в сторону. У них... Их платформу перекашивает, потому что не может быть нормальной обуви, блядь, на баллоне. Найк сует баллон только исключительно для того, чтобы его покупали люди, которые нихуя не понимают в обуви. Баллон не может нормально держать. Он, может быть, держит, ну, в каких-то самых суперкрутых Джорданах, блядь, которые там вообще всё держатся на аутриггерах, на просто поддержке из реакта или ещё каких-то пеноматериалов крутых. И при этом у них внутри чисто для вида устанавливается баллон, просто потому, чтобы пиздячить его туда и продать вам эту хуету дороже. Баллон нахуй не нужен. Это провальная технология, которую Найк показал как выигрышную. Баллон был всегда говном. И вся обувь на баллоне говно. Включая Найк, ТН+, и Вапор Макс тем более. Ну, Вапор Макс хотя бы выглядит футуристично. А на этом у меня всё. Всех обнимаю. Всех жду у себя на канале. С вас лайк. И прислушайтесь ко мне, пока не поздно.